О достижениях тюменской медицины и не только, вот уже в течение 10 лет узнают зрители всего Уральского федерального округа. Мы продолжаем серию сюжетов, посвященных юбилею нашей телекомпании. Сегодня о том, как мы получаем информацию и рассказываем вам о жизни всего УРФО. Как сложился этот день в регионах Урала и Сибири, прямо сейчас будут смотреть жители Ямала. Это их местное телевидение принимает наши позывные. От Екатеринбурга до Надыма больше 2000 километров. Но мы преодолеваем такие гигантские расстояния каждый день. Причем в разных направлениях. Вот, например, наш сигнал уже дошел до более близкого соседнего Челябинска. Здравствуйте. Вышли информационную программу о день о событиях в Уральском федеральном округе в студии Михаил Матвеев и Ирина Арефьева. Расскажем о том, как сложился этот день в регионах Урала и Сибири, главная цену выпуска. Ермак смотрит весь Уральский округ во всех шести регионах. Но ведь важно не только быть увиденными, но и самим показывать что-то интересное одновременно и для жителей Югры, и для Кургана, и для Тюмени, и для Ямала. Людмила, добрый день. Телекомпания Ермак. Анастасия вас беспокоит. Здравствуйте, коллеги. Сегодня у нас открытие перинатального центра «Авария на трассе Байкал» и джазовой певицы из Америки. Заявку вам выслала. Будем ждать от вас сюжет. Как раз сейчас Настя добывает материалы из регионов для нашего эфира. Сначала досконально изучаем, что будет в выпусках коллег. А это новости десятка телекомпаний-партнеров. Затем выбор актуальных и перегон лучших материалов. Чтобы заполучить несколько минут видео, иногда нужно потратить несколько часов. Самое страшное, когда от тебя ситуация не зависит, а ты сидишь все равно на месте, и тебе приходится просто ждать. И ты ничего не можешь сделать. Нередко сюжеты приходят за несколько минут до прямого эфира. Поволноваться приходится. И не раз. Особенно за крайний север. Ямальские коллеги пишут срок, а интернет подводит. Но зато в одно и то же время в эфире программы «День» встречаются журналисты из разных городов. А зрители могут узнать все сразу. И о том, как в Югре решают жилищные проблемы. А на этом месте скоро будет ровная площадка, готовая под новое строительство. И о том, на чем ездят по Тюменской области. Если местных такой машиной на улицах уже не удивить, то я, как приезжий, еще готов удивляться. Прокатимся. И о том, какие подарки делают в Челюбинске. Точно такую же корзину презентовали губернатору Михаилу Юрьевичу. А на Ямале олени живут не хуже людей. Их интересует вес оленя, возраст оленя и их экстерьер. И наша география с каждым разом становится все шире, а партнеров больше. Городами Уральского округа мы уже давно не ограничиваемся. Отчасти благодаря и региональным коллегам. Ведь нередко их отправляют в командировки, а свежие кадры отправляют нам. Вот тюменские журналисты в Новгородской области. Вокруг такое болото, что даже разбить лагерь невозможно. А это съемки югорских коллег с олимпийской стройки века из Сочи. Впрочем, сами корреспонденты Ермака тоже не сидят на месте. Мы тоже любим путешествовать по всему Уральскому округу. И добывать для вас самые горячие материалы из разных регионов. Спортивный городок в Курганском молодежном парке возвели в рекордно короткие сроки. Первые строители Коголыма приезжали сюда вот на таких поездах и вот в такой одежде. Заседание Совета по развитию туризма Уральского федерального округа именно в Тобольске прошло совсем не случайно. За века и десятилетия мастера из Златооста научились изготавливать оружие самых разных народов. Для нас, типичных европейцев, олень, конечно, зверь экзотический, а здесь он настоящий хозяин. Слизить в верхотуре и не побывать в Меркушино, значит многое потерять. Без региональных новостей не обходится ни один выпуск программы «День». Все-таки Ермак объединяет регионы. Это уже не просто слоган. Телекомпания «Ермак». 10 лет в центре внимания.